Всем привет! Меня зовут Илья, и в этом видео мы с вами должны будем научиться играть фирменные крутейшие басовые заполнения и музыкальные вставки на басу. Мы с вами научимся выбирать сегодня правильно ноты для басовых филов, выучим основные схемы, самые must-have и часто используемые для игры басовых заполнений, и также в конце выучим несколько универсальных, крутейших, фирменных басовых заполнений, которые будут говорить всему свету, что вы настоящий король бас-гитары, что вы в теме, что вы крутой музыкант. Итак, давайте же приступим к этому вопросу. Английское слово fill в переводе на русский обозначает не только заполнить какое-либо пространство чем-либо, неважно чем, а также и раскрасить, разукрасить что-либо, сделать его лучше, в конце концов, не просто заполнить. И это важно понимать, потому что крутой басовый фил, крутое басовое мелодическое дополнение, заполнение может раскрасить вашу песню, вашу музыку, улучшить ваш музыкальный контент, сделать партию узнаваемой, хитовой и, так скажем, стучаться в сердца людей, достучаться с помощью даже таких вроде бы мелких моментов, но они цепляют. Поэтому отношение к филам это не только как просто дефолтное какое-то заполнение чего-либо, когда другие музыканты не играют, ты там что-то наиграл, типа заполнил. Но к этому можно относиться и как к краскам, как к инструменту музыкальной выразительности и писать целые басовые картины при помощи этих филов. И крутое владение филами сделает вас, так сказать, очень ценным музыкантом для любой группы. Первый шаг. Где же играть басовые заполнения так, чтобы они имели больший импакт и не вредили всем остальным и не мешали музыке в целом? В 90 плюс процентов случаев в поп и рок музыке басовое заполнение имеется в виду небольшая мелодическая вставка, которая играется в конце четырехтактового или восьмитактового музыкального предложения, в конце куплета или припева, в конце квадрата, либо как склейка между частями песни. Например, это может быть брич, куплет и тому подобное. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Как мы видим, как правило, в поп и рок музыке филы играются в конце четвертого такта, либо в конце восьмого такта, в зависимости от длины музыкального предложения, или длины рифа, или длины куплета, или другой части, музыкальной идеи, так сказать. Но это, что касается только поп-музыки, в джазовой фьюжн музыке дела обстоят по-другому. В джазе все гораздо сложнее, там филы могут играться постоянно, заполняя все пространство, оставленное мелодией. Шаг номер два. Выбор ритма. И здесь бы я поставил акцент, потому что при работе с филом правильный ровный ритм – это самое главное. Если уж вы взяли на себя такую ответственность, собрались с смелостью, всю свою смелость, и решили сыграть крутой какой-то великий фил, великое заполнение, какую-то мелочечную фразу, то вы должны это сделать идеально ровно. Если вы выберете неправильный ритм, криво сыграете, это будет крах просто и боль. Поэтому выбор ритма – это суперважно. Музыка Очевидно, первый пример – это просто боль, и можно выкидывать сразу на мусорку, абсолютно не годится. Это просто кровь из ушей и абсолютный крах вообще всего. В отличие от второго примера, где я выбрал неправильно, абсолютно рандомные вообще ноты, тыкнул на грифе, первый попавшийся даже не в тональности. Но здесь, даже несмотря на то, что выбран неправильный нот, мы сыграли более-менее ровно. И тут можно сказать, я вообще-то фьюжн, музыкант, джазовый, я все знаю, как играю. Я сейчас фьюжн сыграл, и все как бы. И все, с вас как бы вопросы снимутся сразу. То есть, это не так страшно, если вы даже выберете немножко не те ноты, но при этом ровно, красиво сыграете. Это будет не так страшно, если вы не попадете полностью в ритм. Поэтому ритм здесь очень важен, правильный выбор ритма. Шаг номер три. Какие ноты выбирать для своих крутейших басовых филов? Давайте возьмем небольшую аккордовую последовательность, простую, и попробуем заполнить конец четвертого такта, место как раз для фила, разными нотами. И посмотрим, как это будет звучать. Первое упражнение для новичков, это постепенное увеличение количества нот. Начнем с двух, потом три, потом четыре ноты. Давайте послушаем, как это звучит. Звучит. Субтитры создавал DimaTorzok Это были самые простые варианты басовых заполнений, но они помогут новичкам сдвинуться с точки и начать играть уже свои заполнения на основе этих, и также лучше понимать эту тему, тренироваться самим дома, запоминать, как это звучит и вбивать в руку. Дальше мы приступим к игре уже определенных шейпов, схем, ликов для игры заполнений, которые играются в большинстве случаев. Мастхевные, шаблонные, так скажем, проверенные, которые работают всегда везде и без проигрышного варианта, в любую группу придете на работу, компонировать, не аккомпонировать, эти шейпы будут работать, то, что мы сейчас будем говорить. Начнем с минорных аккордов, и первая схема, которая у нас будет сегодня, это так называемая минорная вертушка или минорная коробочка, ее можно назвать. К примеру, у нас до минор. Вот, берем тонику, и от нее строим такую вертушку. Вот эти, в области вот этой вертушки, вот эти ноты, они все отлично подойдут для игры заполнения минорных аккордов, обыгрывания минорных аккордов, каких-то рифов. Дальше мажорные аккорды, и так называемая мажорная вертушка, ее тоже можно найти. До мажорный аккорд, тоника. Мажорная вертушка будет выглядеть похожим образом, только в другую сторону. Мажорный бокс. Вот такие ноты, также отлично подойдут для заполнения, для игры каких-то вставок на мажорные аккорды. Значит, две схемы, два бокса. Значит, минорная вертушка. Атоники, вот эти ноты, и мажорный. Следующий, также мастхэв, используемый фил для басовых линий, это так называемая октава, квинта и октава. Таким образом, также за счет своей универсальности и непривязки к аккордам, очень рабочая схема. Давайте попробуем, на примере аккордов и последствий, которые у нас была, попробуем сыграть вот этот лик на последний четвертый такт. Итак, как и обещал, в конце я покажу два варианта крутого басового заполнения фила, который очень простой, никаких технических супернавыков не надо, но при этом эффектно звучит и работает для большинства аккордов. Вы можете применять его очень много где, так сказать. Значит, давайте сначала с мажорного аккорда возьмем до. К примеру, у нас, как звучит само заполнение. Берем какой-то аккорд, обыгрываем его там. И здесь играем такую мелодическую фразу. Как ее играть? Значит, у нас аккорд до, на октаву выше до, на октаву выше еще поднимаемся сюда и делаем два вот таких хаммера. И в конце вибратор. Можно его не делать, но для пущего эффекта здесь именно в этой фразе круто звучит. Можно дополнить еще такой фразой. Вот, в данном случае это, значит, у нас седьмая первая ступень, если это, ну, если это минор, например. Вот таким образом. Вот такая фраза. Также эта вставка работает круто и на миноры, например. То есть и мажорный аккорд можно обыграть и заполнить пространство, играя вот эту мелодическую вставку. Также доминацию от аккорда можно обыгрывать. То есть супер универсальная вещь. К примеру, если у нас здесь было до, переместим на ре. Здесь мы просто эту схему двигаем, соответственно, к ре. Если у нас было до, вот здесь. Здесь мы играем к ре. Ее можно двигать по всем грифу и играть на любые аккорды. Да, к примеру, си. Ну, таким образом. Схема работает и очень круто можно ее где-то использовать. Вторая вариация этого фила выглядит следующим образом. Берем так же до. Здесь мы делаем два слайда к пятой ступени. Я обратно. Два слайда. И заполнение такое. Таким вот образом. В общем, вот это два крутейших фила звучат очень круто, эффектно, фирменно, современно. Можно использовать на большинство аккордов. И, так сказать, очень полезно будет взять ее на вооружение. Эти два крутейших фила я подсмотрел у супер-басистки из Лос-Анджелеса Валерии Фалконной в Инстаграме. Снимая ее соло, как раз-таки она использует какие-то вот эти мелодические фразы. И я решил их повыдергивать для себя, поснимать и адаптировать именно в использовании, как в качестве заполнения филов. И мне кажется, очень хорошо подходят такие фразы мелодические. В общем, сам обогатился и вам того желаю, так сказать. Надеюсь, это видео вам было полезно и прокачает ваш скилл игры на бас-гитаре. А на сегодня это, конечно же, все. Поэтому спасибо за просмотр. Естественно, все пожелания, всех благ, всего хорошего. Обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Все, всем до встречи, всем любви, доброты.